Там у него случилась проблема в Йемене. Был правитель Залим, был такой правитель, который притеснял людей, и он ему делал всегда наставление. Он ему делал наставление, однако правителю не понравилось это наставление. На сегодняшний день тоже, когда человеку делаешь какое-то наставление ради Аллаха, опять же, не переходя на личности, когда ты хочешь сделать насыхат, есть две категории людей, которые принимают это. Есть такая категория, которая не любит, когда им что-то. Иначе брат ради Аллаха наедине, правильно, с Далилем дает наставление. Это одно из качеств лицемеров, одно из качеств неверующих людей. Аллах в Коране говорит, обращаясь к неверующим, сказал, вы не любите, когда вам делают наставление. Однако наставление не должно быть, когда ты хочешь что-то сделать, наставление это перед людьми, или переходить на личности, обругать. Если у тебя есть, во-первых, должен быть Ильм, как сказал имам Шафи, перед тем, как что-то сказать и сделать, должно быть знание, Далил, доказательство наедине. Ты ему же должен сделать какое-то наставление. И ему не понравилось. Тогда были такие люди, это во время правления Харуна Рашида. Харуна Рашид у них как база вот эта была в Ираке. Были другие люди, которые хотели сделать переворот в государстве. И тогда правительная Йемена собрала этих людей, и среди них имама Шафи. И отправили их кандалы, их ручники им надели, и отправили их в Ирак. Однако имам Шафи для чего пришел в Йемен? Для того, чтобы заработать и на эти деньги поехать в Ирак. Его отправляют в Ирак. Когда привели к Харуну Рашиду, Харуну Рашиду каждому по отдельности обращается, говорит, ты хотел, чтобы сделать переворот, ты хотел выступить против правителя, на что как бы ни у кого не было никакого ответа, и каждого он казнил. Рядом с ним был Мухаммад Ашибани. Когда дошла имам Шафи, говорит, я был десятым, девять человек был, я был десятым, и когда дошла очередь до меня, обратился ко мне Харуну Рашид и сказал, ты хотел сделать переворот, чтобы люди восстали против меня, на что имам Шафи, у него был далиль, и сделали ему зульм, притеснили его, он отвечает, выслушай меня, больше, чем я буду слушать тебя, то есть ты не дал тем людям, ты их не выслушал, выслушай меня, ты сможешь выйти против меня, я не смогу, то есть у тебя есть меч, у меня ничего нету, и тот, кто сидит от тебя с правой стороны, Мухаммад Ашибани, он меня очень хорошо знает, потому что имам Шафи приходил к нему, брал у него знания, и тогда Харуну Рашид повернулся к нему, Мухаммаду Ашибани, к Кадою Ирака, и спросил у него, ты его знаешь? Посмотрите, опять же, богобоязнь ученых, он мог что сказать, он мог сказать, я его не знаю, мог сказать, я знаю, но он заслуживает то, что заслуживает, однако Мухаммад Ашибани сказал про имама Шафи, я прошу Аллаха, чтобы этот человек был самым знающим на земле, если уже он не является таковым, то есть такую оценку ему дал, тогда Харуна Рашид сказал, какие знания ты знаешь? Он говорит, я знаю Кур'ан, знаю Кур'ан, аяты, которые Аллах не спослал днем, которые ночью, меканские, мединские, все знаю, тавсир знаю, после этого он ему начал, что еще знаешь? хадисы знаю, он говорит, спрашивай сам, хадисы знаешь? знаю, хадисы знаю, цепочку от кого, передатчиков, все знаю, что еще знаешь? ансаб, родословно, он говорит, ты знаешь знания родословные? На что он сказал, я знаю свою родословную, знаю твою родословную, знаю родословную того, кто сидит справа от тебя и всех девятерых, которые ты казнил. Он сказал, кто ты? Он ответил, смотрите, как подошел. Я твой племянник. Я сын твоего дяди. Почему? Потому что Харун Рашид был из Аббаситов. Имам Шафи был из Курашитов. Они родственники, двоюродные братья. Тогда он еще начал перечислять, знаю астрологию, тогда Харун Рашид сказал, ты умеешь ли? Мало сейчас из таких имамов, шейхов, ученых, которые могут хорошо давать проповеди, которые могут сделать наставление. Сможешь ли ты мне сделать наставление? Он сказал, да, смогу. И сказал, что я рассказал ему то наставление, которое слышал от Пауса в Йемене, когда я ему рассказал это. Харун Рашид встал со своего кресла, перед всеми людьми поцеловал в голову имам Шафи, и дал ему 50 тысяч дирхамов. Имам Шафи не нуждался в этом. Ученые говорят, что он перед тем, как забрал все, он уже прибыл в Ирак, он все эти деньги раздал, садака, раздал на пути Аллаха, купил себе там жилье, женился. Аллах дал ему двух детей. Было ему 36 лет в это время.